МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоит ли читать и чужие переписки? Пейте, дети, молоко. В продукции рязанских производителей нашли неизвестные добавки. Несмотря на то, что световой день увеличился, уже ощутимо проблемы, с которыми сталкиваются люди в темное время суток, никуда не делись. По-прежнему не хватает фонарей, и находиться на улице далеко не безопасно. И это не единственная проблема, с которой ежедневно сталкиваются жители одного из районов Дашковой песочни. Подробнее расскажет Валерий Седов. Перекресток Шереметьевской улицы и Песочинского проезда. Здесь нет ни одного фонаря освещения и пешеходного перехода. Поэтому при пересечении дорожного полотна вы становитесь абсолютно невидимой для автолюбителей. После тяжелого рабочего дня люди спешат по своим домам. Но это сильно осложняется тем, что им приходится идти по совершенно разбитому тротуару в абсолютно непроглядной темноте. Освещение. Обратите внимание. Видите, вот, а что ночью будет, а летом. И вот здесь вот самая-самая темнота такая образовывается. Освещения никакого нет. На большой скорости проносится ни один автомобиль. С приходом темноты количество водителей, спешащих домой, увеличивается в несколько раз. Но на этом перекрестке без освещения поток людей также не иссякаем. И, к сожалению, именно на нем также отсутствует и пешеходный переход. Не можем подойти к остановке, которую сделали от нас очень-очень далеко. Вот. Чтобы до остановки до той дойти, нам нужно, я не знаю, или по дороге нам идти, или нам нужно вот здесь сначала перейти, где вот, собственно говоря, нам очень нужен здесь переход. Такая вот у нас посьба, чтобы хоть чуть-чуть обратили на это внимание. Не то, что обратили, а нам нужно это. Нужно. И что будем ждать, пока что-то случится. Неподалеку от этого перекрестка находится медицинская клиника. Но поблизости нет не только пешеходного перехода, но и ни одной остановки, что также причиняет неудобства большому количеству жителей нашего города. А еще бы не мешало нам, конечно, сделать еще здесь остановку. Пожалуйста, администрации, обратите на это внимание. И нам желательно, чем быстрее, тем лучше. Жители этого района обращаются за помощью уже не в первый раз. И остается надеяться, что с приходом весны пора обновлений. Администрация города не оставит их просьбы в стороне. О курьезной ситуации, произошедшей недавно, в Москве написали многие средства массовой информации. Молодой человек заявил в полицию, начитавшую его переписку девушку. Как рассказал парень, москвичка не только читала его переписки, но и писала от его лица знакомым и друзьям. Пара рассталась, и ситуация эта не такая уж и редкая. Конечно, до полиции дел обычно не доходит, а вот кучи потраченных нервов часто и не избежать. В том, насколько важно беречь личное пространство друг друга, пыталась разобраться Галина Ершова. Мобильный телефон, компьютер, планшет. Современные гаджеты упрощают жизнь людей, помогают планировать свое время и встречи, считать доходы и расходы, общаться с друзьями на другом конце страны и решать деловые вопросы, круглосуточно оставаясь на связи. Им мы доверяем все свои секреты, забывая, что тайна переписки может быть нарушена. Если я как девушка, как женщина заглядываю в телефон своего мужчину, мужчины, для чего я это делаю? Что я хочу там увидеть? Если это делается из ревности, хорошо бы как-то про эту ревность открыто разговаривать. Про это недоверие я бы сказала. Однако набраться смелости и поднять трудную тему в разговоре с любимым оказывается сложнее, чем просто прочитать его переписку. Руки уже тянутся к заветному устройству, нарушая часть 1 статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нередко это заканчивается семейными скандалами, драками и разводом. А за обнародование личных данных можно получить реальный тюремный срок. Несколько лет назад две резанки подсмотрели логин и пароль от аккаунта в социальной сети своей подруги, после чего без разрешения прочитали всю ее переписку. Они опубликовали интимные сообщения однокурсницы, за что им грозило два года лишения свободы. Однако даже чтение чужих писем является нарушением границ другого человека. Те же самые социальные сети в реальности. То, что мы обсуждаем с одной коллегой или с одним коллегой, мы не обсуждаем с другим, например. Точно так же то, что мы обсуждаем с мамой, не говорим мужу. Или то, что обсуждаем с мужем, хорошо бы не рассказывать собственному отцу, например. Защититься от любопытных глаз поможет пароль. Для этого нужно установить специальное приложение. Оно предлагает придумать цифровую, буквенную или графическую защиту. Можно даже поставить в качестве пароля собственный отпечаток пальца. Сложная комбинация станет залогом безопасности. Не писать там 1, 2, 3, 4, 5, там и пасфорты и так далее. Так называемая защита от дурака работает, когда ваш телефон потерялся, либо вы ненадолго оставили его на видном месте. Главное четко запомнить, что именно вы поставили на пароль. Близкие, понятные, вам еще раз повторю, цифры, знаки и прочие моменты, которые другим людям ни о чем не скажут. Современные смартфоны, они все достаточно умные, а мы под их уровень не всегда, к сожалению, хотим подтянуться, потому что нам лень или некогда, или еще что-то. Поэтому считаем, что виноват смартфоны. Ну вот, не совсем такая ситуация. Все-таки, если мы хотим пользоваться современными средствами 21 веке, то надо, в общем, свой какой-то уровень технически подтягивать под это дело. Однако пароль может стать наказанием, если попадет в руки к детям или друзьям, желающим пошалить. На ввод заветных цифр дается три попытки. И если все они исчерпаны, то телефон полностью блокируется. Помочь вернуть его к жизни помогут профессионалы. У большинства телефонов есть дополнительные, более сложные пароли, которые где-то там прописаны в документации к телефону, например. То есть, если где-то коробочка, есть документация, можно посмотреть. Во-вторых, есть сервисные центры, обслуживающие те или иные торговые марки, в которые можно обратиться. Чтобы избежать подобных проблем, блокировать можно не сам телефон, а конкретные приложения, документы или картинки, которые вы не хотели бы, чтобы увидели посторонние люди. В этом случае риск совсем остаться без устройства сводится к минимуму. Однако следует помнить, что все эти хитрости работают только если человек не хотел вам навредить. От умышленных и профессиональных действий такие меры не помогут. Крупные корпорации тратят миллионы, чтобы разработать комплексную защиту для безопасности финансовых операций и сохранения личных данных. И если вы не агент СРУ или президент, подумайте, нужна ли вам подобная секретность, лишь разжигающая интерес окружающих. Попробуйте просто поговорить с ними и понять, чем именно вызвано недоверие. Это лучше любых паролей защитит ваши гаджеты от проникновения. Рязанцев поют молоком, разрушающим кости. В образцах Росконтроль обнаружил значительное превышение фосфатов. Серия независимых экспертиз нашла в молочной продукции рязанских производителей и пальмовое масло, и неизвестные профессионалам добавки. Но в пищу мы употребляем не только местное молоко, но и молоко федеральных производителей. Очередная проверка молочной продукции федеральных брендов показала устрашающие результаты. Пожалуй, ничто не вызывает столько нареканий, как молочные продукты. Вопрос, сколько же в таком полезном напитке может содержаться вредных веществ? Самое первое, что стоит узнать, это количество растительных жиров, которые содержат молочка. Редакция «Комсомольской правды» решила дать ответ на данный вопрос путем проведения собственной экспертизы. Чаще эксперты выявляют эти нарушения при проверке сливочного масла и сыра. Но в молоке их также нашли. Наши экспертизы мы проводили так. Мы закупали несколько образцов, обычно около 4-5 образцов, продукции рязанских производителей. Затем мы пломбировали. Ставили пломбы, печать, отвозили в лабораторию. Сотрудничали со старейшей, аккредитованной на проведение подобных экспертиз лабораторий на Рязанской области. И затем мы уже смотрели протоколы, исследований, изучали жирно-кислотный состав молока, молочных продуктов. Но помимо безвредных, на первый взгляд, от растительных жиров, в молоке могут содержаться и более опасные вещества – фосфаты. В целом фосфаты, как солестабилизаторы, могут присутствовать в молоке, но не более 1 грамма на литр. Кальций, в общем-то, чаще всего из-за которого люди покупают молоко, используя его как источник кальция, может усваиваться в нашем организме лишь в определенном соотношении с фосфором. Один к одному. Поэтому, если молоко содержит фосфат, и таким образом увеличивается соотношение, меняется соотношение фосфора и кальция в пользу фосфора, и кальций, наоборот, перестает всасываться. То есть молочный продукт перестает быть источником кальция, а наоборот, из-за того, что меняется соотношение, в общем-то, это все приведет к тому, что кальция будет вымываться из ваших костей. Исследования молока на содержание фосфатов проводили московские коллеги «Комсомольской правды». И с результатами их проверки Рязанцев ознакомил один из последних выпусков газеты. Все шесть образцов, которые брали для экспертизы, оказались с превышением допустимой нормы фосфатов. В некоторых образцах даже была превышена норма почти в два раза. По итогам проверки выяснилось, что абсолютно во всех проверенных образцах были обнаружены фосфаты, не указанные в маркировке. Кроме того, их дозировка превышала допустимый уровень. А при избытке фосфора кальций вымывается из костей, что в свою очередь увеличивает риск переломов. Поэтому привычное с детства выражение «пейте молоко, будете здоровы» в настоящее время звучит очень спорно. Пожалуй, чем хорош февраль, так это тем, что в нем всего лишь 28 дней. Последний день зимы в этом году порадовал солнцем, хорошим настроением и улыбками на лицах людей. Какой будет весна и насколько рязанцы ее заждались, выяснял Валерий Седов. Это стихотворение Федора Тютчева ознаменует приход прекрасного времени года, весны, поры пробуждения природы и рассвета хорошего настроения у людей. В этот день в нашем городе вновь ярко засеяло солнце и лица прохожих стали сиять улыбками. Настроение почти праздничное. Хорошее настроение. Всегда ждешь весну, всегда радуешься. В общем, я надеюсь, что все будет хорошо. Для меня весна, возрождение, надежда на хорошо отдохнуть летом. Мы все надеемся на лучшее зажатки, да? Поэтому, наверное, все будет хорошо, может быть. Обычно депрессуха в это время, но и в то же время весна. Ну, это жизнь, как сказать. Знаете, у нас же все цикличное. Весна, рассвет жизни. Настроение прекрасное, просто великолепное. И солнышко светит, и настроение весеннее, радостное. Прям вот праздник на душе. Замечательное, погода хорошая. Очень хорошая. Я в отпуск ухожу с завтрашнего дня. У меня сейчас вообще настроение просто замечательное. А что для вас весна? Ну, это все цветет, пахнет, начинает душа радоваться, солнышку. Просто замечательно. Весна – это очень хорошо. Отличная погода. Что-то должно быть хорошее. Хочется, чтобы был мир во всем мире. Хорошее настроение людей разделяет и погода. В первый весенний день синоптики осадков не обещают. А температура будет от плюс трех до плюс пяти градусов. Второго и третьего марта температура останется той же, но не исключены небольшие осадки в виде дождей различной интенсивности. В выходные дни 4-5 марта сохранится неустойчивая погода. Не исключены осадки в виде дождя. Температурный фон существенно не изменится и будет превышать климатическую норму на 6-8 градусов. Весна встречает нас с приятным теплом. И главное – это не упустить прекрасное весеннее настроение. Великий пост и блины – казалось бы, вещи несовместимые. И тем не менее, календарь распорядился так, что сегодня отмечается Международный день блина. Великий пост в этом году начался 27 февраля. Именно он считается одним из важнейших для соблюдения. Ведь его цель – подготовить человека к празднованию Пасхи. Самого главного христианского праздника. Пост следует Древнему Писанию, где Иисус путешествовал в пустыне 40 дней. И этот путь очищения теперь вслед за Господом повторяют верующие. Все это время человеку следует отказывать себе в еде, молиться и каяться, ходить в церковь и прославлять Иисуса Христа. Важнее всего – избавить дух от дурных помыслов. Все посты, которые на протяжении всего года церковь, как любящая мать, предлагает каждому из нас, является как раз тем временем по подготовке человека к встрече с Богом. И Великий пост, Святая Чередесятница, является особым временем, особым постом. Длительность Великого поста вместе со страстной седмицей – 48 дней. Пост или говение – это отказ от дурных мыслей, вредных привычек и увеселений. Кроме того, рекомендуется воздерживаться от определенной пищи. В этом отношении Великий пост – один из самых строгих. Существует даже календарь, в какой день какую именно пищу возможно употреблять. Такой строгости придерживаются далеко не все. Некоторые отказывают себе только в пище животного происхождения. Лишиться тех повседневных житейских радостей, повседневной еды. Но все это делается только ради одной цели – измениться в лучшую сторону, измениться для встречи с Богом. Между тем, пока православный мир второй день соблюдает пост, а широкая масленица осталась позади вместе с главным традиционным угощением, в мире празднуют Международный день блина. Начало празднования уходит корнями в Англию пятивековой давности. Легенда гласит, что как-то во время Великого поста одна из горожанок тайком жарила блинчики у себя в кухне. Внезапно раздался колокольный звон. Бедная хозяйка так перепугалась, что, забыв обо всем на свете, помчалась в церковь прямо со сковородкой в руках и скворчащими на ней блинчиками. Это было в 1445 году. И с тех пор горожане устраивают ежегодный забег с блинами. Женщины непременно в платьях и фартуках должны пробежать определенную дистанцию, подбрасывая блин на сковороде. Довольно веселая традиция, не правда ли? Кстати, полностью соблюдать Великий пост согласно опросам готовы только 2% россиян. Еще 4% граждан планируют соблюдать пост в последнюю неделю. 18% готовы поститься частично, а 73% никак не поменяют свой рацион и образ жизни. 5% опрошенных затруднились ответить на вопрос. При этом во время масленичных гуляний 69% респондентов пекли блины, а 41% ходили в гости или принимали их у себя. На этом все. Новости и другие программы смотрите на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами. До завтра. И хорошего вам завершения зимы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова